всем привет меня зовут алена и добро пожаловать на мой канал в этом видео я покажу как я делала вот такую маленькую елочку которая всего 22 сантиметра так что приступим для начала я буду делать основу основу я буду делать из пенопласта у меня есть небольшой кусочек пенопласта три сантиметра сначала я подбираю размер своей елочке по диаметру горшочка это приблизительно по сантиметру с каждой стороны так как мне одной толщины пенопласта не хватает я склеиваю вдвое намечаю размеры горшочка и начинаю вырезать елочку это самая трудоемкая которая может быть конечно также можно основу для елочки сделать из картона просто его скрутить но я почему-то больше люблю пенопласт я вырезала вот такой конус и теперь я буду его приклеивать к нашему горшочку так как у меня горшочек тяжелый и он не требует утяжеления я в него просто вклеила кусочек пенопласта и теперь наверх я приклеиваю свою основу для елочки приклеиваем все хорошо чтоб у нас в процессе ничего не развалилось и теперь можно украшать нашу елочку для нее я буду использовать разнообразные материалы в первую очередь это шарики из сезаля я купила обычный сезаль и скрутила шарики также из одной из своих работ я по выдирала цветочки искусственные ягодки ну и сухоцветы эти сухоцветы называются бакули который я покупала в магазине также шишки лиственницы и вот часто спрашивают где покупаю сухоцветы я очень часто гуляю по магазинам где продаются разнообразные свечи поэтому вот рядом со свечами лежат очень часто вот такие наборы ну и в этот раз я купила набор из плодов эвкалипта ну а вот эти я не знаю как они называются если вы знаете напишите в комментарии но и начинаем собирать нашу елочку как всегда я начинаю собирать ее самых больших элементов и у меня это сезалевые шарики распределяю их по всей елочке я люблю одновременно работать со всей основой елки не только с одной стороной так как в этот момент мы можем распределять весь наш материал по всей елочки но если начинает заполнять елочку только с одной стороны на вторую сторону у нас может элементов просто не хватить так как я буду свою елочку выбеливать в конце краской я не закрашивала нашу основу так что если у нас даже будут промежутки немножко видны это не страшно но если вы не собираетесь в дальнейшем декорировать свою елочку снегом или белой краской то конечно лучше основу елочки или закрасить в коричневый цвет или задекорировать сначала мешковиной ну а сверху начинать все приклеивать на такую работу уходит конечно много времени но но того стоит единственное я всегда мечтала о такой елке себе сделать большую но задалась одним вопросом хватит ли у меня сухоцветов для того чтобы ее задекорировать так что моя мечта остается пока быть только мечтой и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и в конце я тонирую любой белой краской для того, чтобы сделать заснеженный вид И добавляю немножко снега Снег я покупаю в баллоне Музыка 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 готова также муж сказал можно задекорировать и верхушку добавить туда звездочку но я как-то не доехала до магазина чтобы купить звездочку поэтому эта елка будет без звездочки ну а если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале пока пока а